опять-таки споры бывают конструктивными и деструктивными то есть бывает если сценарий благоприятные то действительно обогащают это способствует вот переходу на этот этап а если они деструктивные то есть просто отбрасываешь это бесполезно бессмысленно и сам не обогащаешься и не сплижешься никогда то здесь уже как бы ваш индивидуальный выбор вот здесь здесь конструктивность имеет больше шансов больше то что вы говорите а здесь конечно больше шансов деструктивные споры надо четко понимать споры конструктивные и деструктивные причем если идут на принцип как я сказал обычно это считаю что деструктивные споры но нет по этому сценарию если вы правильно реагируете знаете что для этого человека это очень важно для наставника очень важно он говорит что таким образом ты ко мне отношения проявляешь отношения для наставника это r8 это контрольная функция которая очень болезненно если эта функция получается не не уважительно относишься то действительно вот и не соответствует вот так же как и инспектор для него критически важная демонстративная функция деловая логика чтобы ты делала правильно например вот это вот надо так делать вот это правильно вот а наставник может подумать как разница могу так так как хочу таки делать нет вот именно так дело это оказывается на принцип идет это принципиально важный момент и пока до дуала в это не дойдет они же не обогащают таким образом друг друга а считаешь это типа приехать а для него это принципиально вот вот эти вот моменты очень важно так значит эмоции могут манипулировать структурная логика и наоборот эмоциональному человеку можно вложить в голову любую логику при желании эмоциональному человеку можно вложить в голову логику но перед и но проблема в том что перед у него там уже что-то обычно заложено до вас поэтому перед этим ему нужно взорвать мозг понимаете то есть очистить место очистить место вот поэтому эти споры в этом смысле хотя выглядят они как бессмысленными да часто они осмысленны бывают потому что инспектор как бы давя логикой эмоциональные выбросы наставника который какую-то логику абсурдно отстаивает да он должен как бы очистить это место он должен убить ту старую логику и на ноги потом на это место только новая ляжет логика только так поэтому это тоже смысл споров почему они должны быть потому что как бы вы должны вы должны очистить от старых программ дуала дай заложить свои программы но точно так же он сделает с вами да 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 совершенно верно поэтому это не шутки понимаете какое важное место в отношениях занимают споры именно на этом на этой фазе потому что вы не просто свою программу запад должны очистить от старых программ вы можете не очистить да но она потом начнет вылезать конфликты программ начнутся и тому подобное не все ведь это это просто так дальше еще не закончили так взрыв это кульминация перелом после этого наступает быстрая развязка либо разбежались то есть не прошли как бы вот эту притирку да либо сделали шаг на встречу друг другу вот критическая точка когда вот взрыв этот происходит вот либо разбежались либо на встречу друг другу сделали еще один шаг так 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 таким образом мы нужно нам нужно с вами научиться моделировать спор между дуалами вот таким образом мы тренируем реальная как жизни бывает сближение двух противоположных людей вот так значит давайте еще пример один приведу из другой совершенно в области но интересно вот из химической области это вы можете спросить почему тут химия кстати те кто больше любит химию чем физику нашей соционике лучше относится те кто физику любит вот наоборот той другой соционике странно так вот на протяжении многих многих лет я обратил внимание потому что химия это более что-то живое там реакции между элементами напоминают отношения между людьми а физика это что чисто математика все кто сильно с математическим складом а тот идет модель а а кто вот относится к жизни как химия кстати вот как бы на западе же любовь называют химии между прочим да даже не просто так вот между нами химия говорят это значит там гормоны например работают а мы же за гормоны очень мы это все изучаем с удовольствием какая функция контролируется какими гормонами поэтому мы ближе к химии такой конечно примитивный как сложно вот но даже можно простой химию взять например смотрите для наглядности образное сравнение водород соединяется с кислородом и образует воду знаете есть такая реакция водород до аж 2 получается и это не просто реакция как казалось бы кстати насчет водорода вы знаете что это водорода это топливо будущего вообще вот как бы уходит нефти на место нефти приходит газ вот разных видах и частности в виде водорода и водородная энергетика сейчас очень сильно финансируется в европе и лет через 20-30 уже как бы все будет на водороде в развитых странах что водород важно и среду не загрязняет в отличие от нефти так далее смотрите водород соединяясь кислородом образует воду это реакция горения водорода она может протекать по-разному водород в этом сравнении выступает как структурная логика а кислород как этика эмоций эта реакция может протекать спокойно а может со взрыва а может со взрывом протекать видите двор две совершенно вещи разные и это так и в общении наставника с инспектором но и вообще если взять сценарий страстный и хладнокровный страстный и хладнокровный страстный этик экстраверт в однокровной структурной логике и как получить взрыв один из вариантов как получается например при соотношении значит водорода кислороду два к одному и эта смесь называется гремучий газ гремучий газ то есть если вы подносите взрывается взрывается вот если другая смесь просто медленно горит правильно вот атаки между дуалами может со взрывом протекать может медленно вот а может сначала так сначала так вот получается хорошая нару аналогия хорошая аналогия значит и еще зависит от того как какое соотношение объемов то значит соотношение функций если это по подтипам если допустим инспектор очень доминантный да у него как бы очень много логики а он допустим если его дуал гармонизирующий да но него мало эмоций правильно против этой логики то это будет вот эта пропорция где он настолько превосходит что легко доводит ситуацию до взрыва до той ситуации когда разлетятся то есть тут подтипы очень влияет если взять пропорции но если взять просто сам код реакции то это контролируется давлением это насколько активно вы вовлечены в спор и для того чтобы нам это наблюдать нам нужно вовлечься активно тогда спор двоих приобретают форму борьбы противоположностей но может приобрести еще форму как бы манипулятивной игры